всем привет друзья с вами канал кулинариум с людмилой и я людмила и сегодня хочу показать вам свой рассадник вот он у меня опустел остались только мои череночки тут и цветочки которые я выращиваю новую вот и сегодня я собралась сделать колбасу домашнюю колбасу я приготовила вот уже два чеснока перец соль тут у меня затем вот мясо я нарезаю вот и буду делать на своей вот такой вот колбаснице вот такой агрегат у меня есть но я у меня есть на канале уже делала колбас так что вот сегодня будем режу я щас все у меня короче свинина потом куриная грудка и свиная грудка грудинка сильная грудинка еще мясо сало такое общем вот такие вот на кусочки вот такие я порезала все сейчас вот эту еще дорежу думаю сейчас покажу а потом до конца уже дорежу вот нам понадобится соль перец и чеснок и 150 миллилитров воды и на каждый килограмм мяса нам надо будет одну столовую ложку соли нитритную соль я не добавляю ну вот друзья оставайтесь со мной сейчас я нарежу не будем делать колбасу оболочка у меня есть я ее уже помыла и тишка тоненькая такая колбаски будут все оставайтесь со мной так друзья будет видно вам или нет ну-ка ну да думаю будет видно смотрите как делаю я колбасу так воздух 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 сейчас выйдет наш воздух и все будет хорошо держать надо двоим делать а я вот одна хочу своих колбасок покормить домашних знаете раньше с чесночком тут две головки чеснока вот и полтора килограмма мяса разного друзья так ну все так что еще чуть-чуть еще чуть-чуть вот и будет наша колбаска остатки остатки все вот так все маленько остается она не дает выходить ну вот я тут уже сделала вот столько у меня вот уже видите ну вот вот столько уже колбаски я сделала так что сначала мы колбаску в общем я так хочу одну сварить и потом обжарить на сковородке а другую я не хочу варить а будет она у меня в духовке то есть одну я варю другую я просто в духовке ну а в эту мы еще будем запихивать она уже не дает все остатки вот воздух и все воздух дает а там колбаску нам не дает так что все так сейчас мы вот так делаем так 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 чтоб у нас воздух выходил тут же у нас еще вот так воздух выйдет и все и я буду связывать колбаску нашу сейчас воздух еще хорошо погладить все вам что показывать это да правда самое главное вот и все будет здорово а когда я ее поставлю варить значит туда чайную ложку соли вот одно я сварю сейчас вам потом покажу оставайтесь со мной тут осталось-то друзья капелюшка поэтому че там выдавливать ничего так что все это просто поджарили да и все ну вот сейчас я пойду варить ну что друзья опускаем мы колбаску нашу там водичка у меня лаврушечки положила и смесь перцев и не полную чайную ложечку соли сейчас все распределим закрою крышечкой и будет она нас варится 40 минут ой 20 минут пока что 20 и там сейчас я ее потыкаю друзья вот другую партию колбасы я решила сделать краковскую вот она у нас будет висеть сутки до завтра и потом мы ее в духовку и с градусником и пока не будет 72 градуса колбасе то есть у нас будет вот такая вот как типа копченая вареная в общем она будет у нас в духовке пока что она будет вот сушиться обвиснет в общем вот так ее нужно выдержать а после после этого только в духовку то есть это будет завтра не больше ста градусов ну будем ждать завтра а так колбаса у нас варится и ту я решила обжарить не на сковороде а тоже в духовке ну встретимся с вами потом вот такие колбасочки у нас получили смотрите какая ух какая тверденькая хорошая ну вот а остынет тогда мы ее уже обжарим в духовке ну вот друзья вот это вот колбаска которую мы вчера сварили сегодня я ее вот так обжарила в это и в духовке и разница то что на сковородке и в духовке в духовке лучше мне нравится потому что она вот кругом прям вся такая вот красивая вся видите вот она на сковородке тут и тут только ну и в жиру тем более вот видите какая она ну да мы вчера сразу одну попробовали слопали эту я одну порезала и вот еще так что сейчас на завтрак это и сделаю еще но все будем ждать как которая у меня висела вчера значит вот эта колбаса домашняя так колбаса краковская вот краковской будем мы выдерживать долго при 100 градусов я уже поставила бекон там у меня и колбаса то есть посмотрим как все будет готово оставайтесь со мной ну вот друзья вот такая вот у нас как вот это бекон такой получился мы уже его половина съели и колбаска это вот которая была в духовке не вареная вот видите она прям такая вот тоненькая и вообще прям конкретно похоже на прям магазинскую колбасу и очень вкусно чесночком пахнет и она почему такая цветом потому что здесь нет нитритной соли нигде нету нитритной соли поэтому вот так ну все друзья советую приготавливать самим все свое домашнее это очень вкусно и очень здорово ну а с вами была людмила и канал кулинариум с людмилой наша жизнь на севере пока пока